Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу Владимира Марцинковского «Записки верующего». Заголовок. «В начале революции». «И на такую-то духовно неподготовленную почву упала революция. Она пришла неожиданно и постеместно, поистине упала как гром. В Петрограде она родилась в грозе и буре, под грохот ружейной и артиллерийской борьбы. В Москве же переворот совершился почти бескровно. На Воскресенской площади у городской думы зачернение толпы народа с реющими над ними красными флагами. Пошли по Тверской, не встречая никакого сопротивления. Городовые исчезли. Они, как говорили, переоделись в гражданское платье. Была весна в природе. Была весна и в самой революции. Точно большой народный праздник, праздник свободы, наполнял улицы и площади небывалым оживлением. Опьянял иступленное веселье. В эти дни члены нашего христианского студенческого кружка рассыпались среди уличной толпы, раздавая маленькие евангелия. Их принимали охотно, с одобрением. Даже говорили, ну вот теперь новую жизнь начнем. На улице был расклеен новый журнал с возвышенными идеалистическими призывами. Среди них были и стихи Бальмонта. Когда опять в любовь поверим, и все сердца скуем звеном, вновь будем в кане галилейской, и слезы притворим в вино. Подобная поэзия вполне созвучала с народными настроениями Москвы. Да, это была весна революции, ее романтика. Настала свобода слова. Заговорили все, кто во что веровал. Лекции, воззвания, летучки, митинговые речи полились проливными дождем на иссохшую русскую почву. Меня приглашали в ряд городов для чтения лекций. Такие темы, как Евангелие и свобода, революция духа, о путях к братству, об идеалах молодежи, отвечали моменту и привлекало много слушателей. Вместе с одним верующим студентом мы совершили лекционную поездку в июне 1917 года. Полтава, Лохвицца, Лубны, Волынская губерния, Киев. У нас не было никаких средств. Мы ехали на веру и поистине ни в чем не имели нужды. Говорили перед молодежью, перед студентами и крестьянами. В Лохвицце украинская молодежь битком набивала большой зал гимназии и выражала свое сочувствие поднесением цветов. Около ста сельских учительниц, съезд которых в это время там происходил, изъявили желание участвовать в группах для систематического изучения Евангелия. В лубнах публика, не вместившись в зал, слушала с улицы через открытые окна. В Волынской губернии я устроил собрание в родном своем селе Германии перед теми же крестьянами, которые прежде посещали мои евангельские и литературные беседы. Объяснял им, как новые общественные условия и новые лозунги только при условии евангельского просвещения и духовного обновления могут содействовать улучшению нашей жизни. Крестьяне пришли в большом числе и слышали с живым вниманием, стараясь вникнуть в смысл новых слов и понятий. «Понятно ли вам сказанное?» – спросил я в заключении. «И понятно, и приятно», – одобрительно ответил один из стариков. «Я не был на родине с 1914 года. Много крови и слез было пролито здесь, на родных полях, в годы Великой войны. И теперь, еще лежа ночью на Сеновале, я слышал гул орудий, доносившийся в верст за сорок. Это шло знаменитое наступление 18 июня под командой Керенского». Заголовок. «Октябрь». «В октябре 1917 года я поехал в Одессу. Уже в самом пути чувствовалось, как неспокойно бурлит русское взбаламученное море. Вагоны переполнены, расписание не соблюдается. Кажется, в дни этой разрухи родился следующий анекдот. В Лондоне некто подходит к начальнику станции и спрашивает, «Когда отходит поезд туда-то?» Начальник отвечает, «В 12 часов 5 минут и 3 секунды». «Неужели с такой точностью?» «Ну, конечно. Ведь время военное». В Москве же на подобный вопрос начальник станции, махнув рукой, отвечает, «Неизвестно». «Как так?» «Да очень просто. Время военное». «Мой поезд приходит в Киев с опозданием. Вот беда. Значит, я не успею захватить поезд, идущий в Одессу. Выбираюсь из вагона, натыкаясь на поезд. Его вагоны и даже площадки забиты солдатами». «Где поезд на Одессу?» Спрашиваю я. «Да этот и есть. Садись скорей. Сейчас трогаетесь». Трогается. Оказывается, на мое счастье, этот поезд опоздал. Неразбериха иногда бывает своеобразный ритм. Имеет. А давняя привычка к ней помогает русскому человеку не теряться и в дни революционного хаоса. Я и сел. Вернее, лишь вскочил на площадку поезда. Стекла в окнах были выбиты. Почти всю ночь я сидел, скорчившись от холода на полу. Но потом удалось попасть в авгон. В Одессе я читал в анатомической аудитории университета на темы «Вера и творчество» и «Революция духа». Много записок с вопросами было подано со стороны студентов. В перерыве профессор анатомии Хе пригласил меня для беседы. Выражал свое сочувствие и при этом советовал как-нибудь прочесть лекцию на тему из апокалипсиса. Именно о конях. Откровение 6 глава. Утверждаю, что шествие коней белого, рыжего, ворного и бледного символически вполне точно отражает ход мировой истории. Ходил на берег моря. Оно уже чернело предвестием осенних бурь. Темнело и наше русское море. Грозовые тучи скопились над ним. По улицам разбрасывались прокламации бюллетени о новом перевороте в Петрограде. Власть в руках большевиков. Еду в Киев. Там назначена моя лекция в коммерческом институте на тему о единении и братстве. В городе пушечная стрельба. Это берут военные училища. Публики на лекции пришло мало. Человек 70. Пришли кто был посмелее, дожил поближе. Среди слушателей оказался мой законоучитель гимназии. Отец Владимир. Очень уважаемый учениками. Во время беседы он встал и выражал как педагог свое удовлетворение по поводу того, что христианские идеалы, которым его ученик обнаружил свое влечение еще на гимназической скамье, теперь приносят свои плоды и при том в таком ответственное для общества время. Спешил в Москву, потому что есть опасения, что путь будет отрезан. По дороге все слухи и слухи. Один другого страшнее. В Малой Ярославце узнаю, что Москва горит. У Никитинских ворот, недалеко от них, наша квартира. Революция бушует вихрем красного пламени. Россия в огне. Красный флаг неудержимым ураганом несется по стране. Вот уже и сюда, в наш пояс, врываются стихии революции. Пояс полон раненых, взятых с немецкого фронта, офицеров. В вагоны входят солдаты в кожаных куртках. Это красные. Они отбирают оружие у офицеров. Старые кадровые офицеры, едущие в отпуск, угрюмо молчат. Боятся наткнуться на красного. Кто знает. Может быть и этот сосед тоже на стороне красных. Жуткая тишина. Страх, неизвестность и растерянность. Словно что-то веками нажитое сорвалось и ухнул в темную, беззвучную бездну. Я лежу на верхней полке. Достаю из кармана Евангелия. Открывается место. Христос во время бури. Я не удержался и сказал соседям. Позвольте, я прочитаю из Евангелия. Тут как раз о текущих событиях говорится. Мои соседи посмотрели на меня с удивлением. А ну, прочитайте. И я стал читать. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглаве. Его будят и говорят ему. Учитель, неужели тебе и нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю. Умолтни, перестань. И ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им. Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим. И говорили между собой. Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Все слушали внимательно. Потом завязался разговор. Некоторые соглашались с тем, что Евангелие всегда жизненно и правдиво. Если бы мы были со Христом, то и теперь не боялись бы никаких бурь. Другие возражали. Все отделение вагона оживилось. Мертвый штиль угнетенного молчания был разбит. Приближаемся к Москве. Поезд задерживается недалеко от станции. Его не пропускают. Неужели не попаду домой? Еще в Одессе тревожное чувство по этому поводу овладело мной. Но меня успокаивали слова из Библии, когда я ее открыл. Господь сказал, от вас сана возвращу, выведу из глубины морской. Псалом 67, 23 стих. Я выхожу из вагона. Уже ночь. Вдали над Москвой зарево. Нет от электрического света. Не то от пожаров. Тяжело ухают редкие пушечные выстрелы. Наконец поезд трогается. Нас окружным путем переводят от Брянского вокзала к Александровскому. Я выхожу вместе с одним полковником. Он, оказывается, живет в Москве неподалеку от меня. Складываются и вещи в зале третьего класса. Кто-то подходит и приглашает офицера следовать за ним. Я жду его час-два. Сильно клонит ко сну. Наконец, поручив соседу вещи, еду разыскивает полковника. Язык до Киева доведет, а иногда и подальше. Попадает революционный комитет. Здесь такой-то. А вы кто такой? Пожалуйте сюда. Вхожу. За столом сидят красные. Один из них снимает с меня допрос. Настроение у меня отличное. А в таких случаях меня неудержимо влечет к юмору. Меня обыскивает. Это что? Спрашивает агент, вынимая из моего кармана маленький металлический предмет. А угадайте. И говорю я под задорившим тоном. Тот вертит вещь в руках. Что это такое? Уже нетерпеливо спрашивает он. Динамит, отвечая я, делано страшным тоном. Старший, сидящий за столом, обращается ко мне и, стуча карандашом по столу, в такт своим словам, отчетливо и строго говорит. Товарищ, не забывайте, что вы стоите перед революционным комитетом. Ну ладно, так и быть, я вам объясню. Это не что иное, как алюминиевый складной стаканчик. Ну то-то. Вы знакомы с полковником Н? Нет, я только ехал с ним вместе. И живем мы в Москве по соседству. Так хотели идти вместе домой. Меня отпускают. В город идти не советуют до утра. С рассветом иду с вокзала домой один. Полковника так и не отпустили. После бессонной ночи иду с вещами в руках. Но чрезвычайность и положение обостряют мою энергию. Я лечу домой. Не чувствую усталости. Иду с бьющимся сердцем. Что там? У декитинских ворот. Застанули свои живыми. Вот и бронная улица. Поднимаясь по лестнице, стучу характерным своим способом. Сейчас же отворяют. Слава Богу, все живы и здоровы. Ну и страх уже натерпелись. Целую неделю из дома не выходили. А другие в подвалах отсиживаются. У никитинских ворот дом сгорел. Помнишь, большой такой посреди площади? Говорит мне сестра. Скоро я позабыл и побывал и у никитинских ворот. Этот район оказался местом ожесточенного боя. От пулеметного и ружейного обстрела все стены ближайших домов были густо усилены точками, словно политые свинцовым дождем. На тротуарах куча обломков стекла. Также зеркального от витрин. Толщиной в мизинец. Большой дом, расположенный посреди площади, разрушен пальбой и пожаром. Впоследствии в его подвалах нашли несколько десятков обгоревших трупов. Другой огромный дом напротив стоит без части в верхнем этаже. Уцелел только его железный скелет, сиротливо торчащий кверху. Жаркий бой. Продолжавшийся семь дней уже приходил к концу. Кремль был взят. Уже висели над по стенам декреты новой власти, диктующие противной стороне условия сдачи и помилования. Ожесточение и злоба улеглись. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Бородину. Стали убирать убитых. Было объявлено время погребения. Сначала были красные похороны под стенами Кремля. Пробравшись кое-как сквозь толпу, я примастился на тротуаре у Иверской часовни, откуда мог все отчетливо видеть. Огромные толпы запрудили Красную площадь, оставив проход для процессии. Раздались звуки революционного травонного марша. Вы, жертвуя пари, вот несут гробы один за другим. Красные ленты у венков, красные знамены и красные гробы открытые. Встречаются изуроданного лица. Их несут туда, к общей могиле, вырытой под высокой кремлевской стеной. Вот тебе, сердечный, и земля, и воля. С сокрушением, говорит, не выдержав одна баба, вспоминая известный эсеровский лозунг. Иногда попадается гроб, покрытый церковной парчой. Как видно, родственники некоторых из убитых пожелали совершить над умершими чин отпевания в православной церкви. Идут группы за группами, иногда поют «Вечная память». Но что это? В одной группе медленно, дружно и истово поют молитву. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Этот молитвенный возглас не звучит на красных похоронах странным диссонансом и никого не поражает, ибо таинство смерти поднимает толпу выше партийных земных споров. Несется она, эта скорбная мольба, как вопль к небу из сердца матушки Москвы. Как бы ни думали они политически, но ведь и они, эти, отказавшиеся от креста, красные войны, и они сыны ее, плоть от плоти ее и кость от кости ее, и пали не жертвы в смертном бою. Одинаквой скорби исходит от детях своих и красная мать, и белая мать. Стихи из Горбунова-Посадова на эту тему. «Я был и на белых похоронах. Хоронили юнкеров в храме Большого Вознесения, на Большой Никитской. Здесь некогда происходило бракосочетание нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина с Н.А. Гончаровой. Их гробы поставили в ряд перед алтарем. За ними стояли, закутанные в траур, с отбедной скорбью родные. Преосвященный Дмитрий говорил прочувственное слово. Пахло ельником и сосной. Тихим надгробным рыданием, словно сдавленный стон, из наболевшей груди звучало панихидное пение. «Помилуй раба твоего. Молитву пролью ко Господу, и тому возвещу печали моя». При пении со святыми в покой толпа молящихся склонилась на колени. А в конце, когда раздался призыв хора, «Придите, последнее целование дадим умершим». Высокие своды в храмах огласились горьким плачем, взрыдами и стонами сестер и матерей, припавших в последний раз к дорогим останкам. Белая мать, красная мать. Церковный собор. Заголовок. «Церковный собор. Мои православные искания». Я пишу эти строки по памяти, не имея при себе никаких записей, которые я сделал в свое время. Описываю то, что врезалось в памяти неизгладимыми следами. Что забыто, это, пожалуй, не мое, а лишь постороннее и для моего изложения несущественное. Я силюсь лишь издали смотреться в сложное, полное загадок лицо России и увидеть ее в основных очертаниях. «Русь, вижу тебя из моего прекрасного далека. Тебя вижу». Собор для православия – основной орган церковной жизни и творчества. О нем мечтали давно все, кто жаждал возвращения русской церкви с подлинным первоапостольским преданием. Нарушение правил апостолов и постановление вселенских соборов в современном православии с болью замечались многими. И я, как мирянин, вдумывался в эту сторону церковной жизни. Многое мне осветило внимательное чтение церковной книги «Правила святых апостолов» и постановление вселенских и поместных соборов на церковно-славянском языке. Уже около 1905 года образовалась группа 32, объединившая православных священников, искренне и убежденно стремившись к обновлению церкви. Издавался журнал «Век», в котором излагали смелые мысли в реформаторском духе. К людям, болеющим нестроением церкви, пламенно и вдохновенно писавшим о подлинном выявлении в ней правды Христовой, личной и социальной, принадлежали В.Н., В. Эрчанинов, профессор С.Н. Булгаков, В. Свинцитский. Некоторые из них проповедовали христианский максимализм, или так называемое «голговское христианство». Многие среди интеллигенции смотрели с надеждой на их выступления. Еще будучи студентом, я познакомился лично с некоторыми из них. Вообще, личная беседа с глубокими людьми всегда давала мне очень много, гораздо больше, чем иная хорошая книга. Я посещал собрание религиозно-философского общества имени В.С. Соловьева в Москве, где дебатировались эти церковные вопросы. Беседовал с выдающимися представителями православия. Однажды приехал в Москву старец оптиной пустыни Анатолий, на всю Россию известной своей духовной прозорливостью. Остановился он в частной квартире Ше, на Малом Толстовском переулке. В назначенный день в шести часов утра у него начался прием. В тесном коридоре толпились люди, пришедшие за советом. Пришла и моя очередь. Я вошел. Старец сидел в кресле. Он очень ласково приветствовал меня, преподав благословение. Удивительная простота, мягкость, тишина чувствовались во всем его облике. Говорил он не совсем ясно, слегка костноязычно. Спрашивал меня в моей жизни о духовных затруднениях. Перешли к церковному вопросу. Скажите, батюшка, в чем вы видите главную причину того, что возрождение православной церкви так плохо подвигается вперед? Старец подумал, слегка вздохнул и очень серьезно сказал. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Когда я впоследствии читал биографию Амвросия Оптинского и познакомился с теми притеснениями, которые чинили сенот и архиереи по отношению глубоко благочестивой Оптиной пустыне, я лучше понял слова старца. Знакомство с такими светлыми личностями дало мне почувствовать в среде православной церкви, наряду с казенной, официальной ее стороной, иную положительную стихию. Такое же светлое впечатление вынес из книги П. Флоренского «Столб и утверждение истины». Я целое лето штудировал это значительное, глубокое произведение о православии. После того я ездил в Сергиев Посад и посетил автора. Его вдумчивый и крайне простой облик, напоминающий обыкновенного послушника, войдя в комнату в простом подряснике, он преломился в поезде иноческим поклоном. Лишь дополнил и оживил многое, прочитанное с этой красивой и вдохновенно написанной. Я бы сказал, поэмы о церкви, старчество – это своеобразный институт православия, своего рода поправка, корректив к мертвой официальной церковности. К царцам, как опытным духовным людям, народ идет со своими скорбями и печалями, прося их молитв и советов. Некоторые из них обладают даром ясновидения, но, конечно, и это не обеспечивает непогрешимости в человеке. Мои друзья, ревнующие о чистоте моей веры и чувствующие в моих взглядах расхождение с некоторыми сторонами современного православия, посоветовали мне однажды посетить старца Алексия в Зосимовой пустыне. Это недалеко от Сергиева Посада. Я прибыл туда вместе с друзьями. Среди них был один молодой человек, который перед этим потерпел тяжелый удар в семейной жизни и теперь болел вопросом о разводе. Нам отвели место в монастырской гостинице. Мы посещали богослужения. Было много молящихся, паломников с разных сторон. У старца, принимавшего на клиросе храма, была большая очередь, и я не мог попасть на прием к нему в первый день. Пустынь была красиво расположена. Пустынь. Нам позволялось гулять в саду. Помню, я зашел в одну небольшую часовню. Внутри ее был колодец с светлой родниковой водой. Наклонившись над ним, я вдруг увидел на водной глани ясный лик Иисуса Христа. Оказывается, в куполе часовни был нарисован красками образ Христа. И он отражался в воде, как в зеркале, когда она была спокойна. Не так ли душа, словно глубокий колодец, может отображать себе божественный причистый лик? Если она от сего земного отрешена, глубоко, невозмутимо, спокойно и обращена к Господу, взирая на Иисуса, согласно слову апостола. О, если бы мысли и желания нашей души были чисты и прозрачны, как светлые воды к линице, тогда мы постоянно были бы способны отражать небесную красоту. Вхожу в храм. Вижу, как мой юный друг весь в слезах, словно пришибленный, сходит по ступенькам Клироса, где он только что беседовал со старцем. Оказывается, последний поразил его своим уклонением от его главной сердечной скорби. Вместо того, чтобы помочь ему разобраться в семейных трудностях, он сурово обличал его в лютеранской ереси и наставлял в праве верии. Я был принят на другой день. Узнав, кто я, он заволновался. Ты из христианского кружка? Руководитель? Как твое имя? Владимир? Так ведь уже вчера у меня тут был такой. Ну, думаю, вот и разгадка слез моего друга. Чашу обличения, предназначенную для меня, пришлось испить ему. И какой расставляющей горечью привелась она на открытые раны этого несчастливца. Конечно, немало вина за это лежала на моих друзьях, которые сочли нужным предупредить старца относительно меня. И этим повредили его непосредственному чутью и вдохновению. Это видно, батюшка, и произошло недоразумение. Вчера был у вас мой друг, а он тоже Владимир. Ах, вот оно что! Ну-ну, а скажи, ты признаешь символ веры и Вселенский собор? Да, сказал я. Но это хорошо. Так-так, держись истинного пути. И дальше он изложил мне еще некоторые советы, касающиеся духовной и нравственной жизни. Это было приблизительно в 1914 году. Позже, в 1915 году, я по смерти своего отца посетил два скита. Лежащие недалеко от троица Сергиевой Лавры. Черниговский и Гефсиманский. В первом я познакомился с старцем Порфирием, учеником знаменитого старца Варнавы. Портрет последнего, написанный масляными красками, во весь рост красовался в его келье. О, Порфирий! Человек простой, из народа. После беседы с ним он приложил мне остаться посидеть у него на сундуке. Обстановка его приемной кельи очень простая. Рядом со мной лежала куча писем, присланных ему с разных концов. Тихий стук в дверь. «И Иисусе Христе, Сыне Божий, помилу нас!» Слышится из дне. «Аминь!» Отвечает старец. Входит пожилая крестьянка. Она осеняет себе крестным знаменем и творит земной поклон, сначала на образа, а потом старцу. Остается на коленях, пока он говорит с ней. Ведь она верит, все, что старец скажет ей, это от Бога. Потом пришел человек, по-простому одетый, вероятно, посадский житель. Он советовался в какие-то хозяйственные дела. Старец посоветовал ему что-то продать. Вслед за его уходом вышел и я. Крестьянин медленно шел передо мной. Он, видно, не согласился с данным ему советом. «Продать?» – бормотал он тихо. «Как бы не так!» Службы в монастыре длинные. За всенощное, как только началось чтение бесконечный кофизм, на малопонятном языке, я поразился звучным шепотом и говором, вдруг раздавшимся по всему храму. Это, оказывается, монахи, стоящие длинными рядами, по бокам мирно беседуют между собой. Стоя изо дня в день на длинных службах, притом не все понимая считаемого, они не выдерживают и переходят к разговорам. В геосеманском скиту принимает старец Иаков, совсем не похожий на отца Порфирия. Это суровый, властный и строгий аскет, в то время как Порфирию более свойственны умиления, улыбка и даже шутка. Я ждал в соседней келье, пока он окончил беседу с посетителем. Мое внимание привлекло, как какое-то описание на стене. Оказывается, это была присяга на верность государю. Изложена она была в той же форме, в какой она обычно требуется от каждого чиновника, начиная словами «клянусь всемогущим Богом». На меня она произвела подавляющее впечатление, как отражение того печального кисеропопизма господства светской власти над духовной, которую добровольно угощает свою свободу наша иерархия. Ибо, как правильно говорит Мерешковский, церковь не потому стала мертвой, что государство подчинило ее себе, а наоборот, потому что государство подчинило церковь, что она оказалась мертвой. Государственный корабль мог и должен был взять ее на буксир. Когда старец позвал меня к себе, я направил главную часть разговора на вопрос, которым так болел тогда, на тему об отделении церкви от государства. На это старец сурово и сухо сказал мне, оставь этот вопрос вовсе, а лучше, как учат наши подвижники, внимай себе, внимай себе, еще раз строго сказал он мне на прощание. Я посетил также находящиеся в монастырском дворе глубокие подземные пещеры, в которых в старину известные иноки передавали чашескому подвигу аскезы. Этот род сурового самовынешления характерно отражался в облике старца Иакова. Оба старца воплощают в себе две существенные стихии православия, давшие два типа – аскетизм и любовь. Два типа в детстве горького, выраженные в образах отца и матери. На дворе я встретил пожилого монаха, исполняющего черные работы. Мы о чем-то разговаривали с ним. Он не выдержал и высказал свою скорбь по поводу развратной и праздной жизни некоторых монахов, близлежащих троица Сергиевой Лавры. Кончились дни, когда я мог прожить в монастырской гостинице. Мне предложили ночлег в Гефсиманском скиту. Старик-монах принес мне и ужин из трапезны, гречневая каша с постным маслом. Спать там мне не удалось, ибо лишь только я увлекся, зашевелилось очень неприятное население. Оно и понятно. Комната посещалась богомольцами со всей Руси. Пришлось спасаться немедленно. Монах удивился такой моей чувствительности и отпустил меня. Я пошел, куда глаза глядят. Хоть на вокзал. Было поздно. На пути встречаю новое здание. Оказывается, это был новый монастырский лазарет, еще не открытый для приема больных. С улицы видны были светлые, только что выбеленные коридоры. Да и думаю, попрошусь сюда ночевать. Вхожу. На встречу выходит послушник, худощавый блондин средних лет с приятным цветом лица и русыми волосами. Как ласково и смиренно он принял меня. Сразу засуетился, отвел меня в чистенькую комнату, где были железная кровать и стол. Принес маленькую лампу. На утро стучится и входит самоваром. Словом, принял меня, как родного, с таким усердием и истовым русским странноприимством, как для Господа. Я прожил там несколько дней и отогрелся соприкосновением в лице этого послушника с подлинной народной русской добротой. Он усмотрел во мне тоже, как бы инако, и убеждал меня всегда ревновать о благочестии ради Христа и Его предчистой матери. В свете всех этих исканий и хождений понятно, с каким живым интересом я отнесся к вести о том, что будет собор. Мои мечты об истинной церкви вылились как-то в странный и причудливый сон. На темном фоне ночного неба я созерцаю большой храм, весь сияющий бесчисленными звездами, не нарисованными, а настоящими, небесными. И от него распространяется благоухание, как от ароматного сада. Звездная церковь, небо на земле, так переживался мною в моем воображении идеал церкви. Слава тебе, Боже наш, слава тебе!